Народ пустоши! Это я, властитель ваших душ Тридогнайт! Слушайте и повинуйтесь! А, ты чёрт, это ж слова другого, этого... Ладно, короче, чё-то перебрал с радостью. Давайте будем последовательными. Как вам новый сериал по фолочу? Наша редакция глянула его, подставила писю к носу и решила отсылочки в нём разобрать. Кое-где телевизионное шоу прям-таки напрямую цитируют видеоигры. Притом не нагло, а уважительно. Идея нам понравилась и было решено спросить у вас, зрителей. Опрос показал, что заинтересованность есть. А следовательно, ролик тоже будет. Собственно, вот и он. Написал его сценарист Иван Косолапов. Озвучил Антон Киреев, а смонтировал Станислав Буров. Присаживайтесь поудобнее, это канал IGM. И сегодня мы обсуждаем отсылки из недавней экранизации Fallout от Amazon. Поехали! Давайте с места в карьер. Обсуждать показанные в сериале модели вооружения, мутантов или предметы окружения, которые имеются в игре, мы не будем. Почему? Да потому что это бесполезно. Видеоигровой Fallout и тот, который показал нам Amazon — это одна вселенная. Понятное дело, что если в мире игры присутствует радио Radiation King, то и тут оно тоже будет. Так же, как и всяческие модели авто или роботов. Вот, к примеру, мистер-помощник, которого заявляют еще в первой серии. Культовая часть Fallout'а. Да, неотъемлемая, присутствующая еще с первых игр. Одна из тех штук, которая создала образ видеоигры. Элемент массовой культуры. И тут он есть. Потому что его не могло не быть. То же самое касается и силовой брони Братства Стали, и лазерной винтовки Анклава. Все это на месте, потому что это фрагменты эстетики Фолоча. В своем объединении они и создают этот объемный, плотный мир, который мы с вами любим. Отсюда вытекает, что и мутанты, показанные на ТВ, тоже сам собой разумеющийся элемент декорации. Мне лично жаль, что в сериале показали, например, лишь череп когтя смерти вместо полноценного живого монстра. Все же очередная неотъемлемая часть франшизы. Прямо реально грустно, что не дали посмотреть на этого добряка. Но уже поступила информация, что когти покажут во втором сезоне. Однако у нас на руках только первый, и там мы видели Дутня, Рат Таракана, Брамина, Яогая и Заглота. Кхм, лол, Заглотка, будто о бывши своей говорю. Кхм, аааа, все эти монстры – часть мира Фоллаут. И, честно говоря, единственное, в ком я сомневаюсь, – это последний мутант. Он появился лишь в четвертой части, и пока лично мне сложно признать его полноценным элементом каноничной вселенной. Но не суть. А в чем тогда суть? В том, что все это должно быть. Плакаты с ядер колы или сансет со спарилой. Мультик, грогнок, варвар по телеку или реклама сахарных бомб. Все это обязано присутствовать в кадре, иначе никакого фоллача не состоится. В этом сериале детали мира разбросаны по сериям. Их много, очень много, и, будем честны, про них вы можете посмотреть на других каналах. Нас же интересуют те элементы, которые напрямую сопоставляют игровые ситуации с тем, что показало ТВ-шоу. Такие мета-отссылочки на кончиках пальцев. О чем я? Давайте разбираться. Сериал «Золото для гика». С первых серий, где нам показали, как Норм играет в «Атомик Коммандер», стало ясно, тут будет много интересных элементов. Да что там Норм, погодите, интересности пошли еще дальше. Вот вам сцена, где Купер Говард, которого вообще ни разу не назвали в честь нашего любимого Тодда, показывает дочке, как определить, безопасен ли ядерный взрыв или нет. Он предлагает вытянуть руку с поднятым большим пальцем вверх. Если палец перекрывает взрыв, все ок. Если же нет, то даже бежать бессмысленно. Как позже показывает сериал, на основе Купера был создан известный маскот серии «Волтбой». В играх этот радостный персонаж всегда стоит с улыбкой до ушей и большим пальцем кверху, как бы говоря, о безопасности организации, которую он представляет. Прикол в том, что в какой-то момент фанаты начали заявлять, что палец тут не просто так. Он, мол, использует знаменитое правило, которое может позволить избежать ядерного взрыва. Конечно, правило совершенно антинаучно, и более того, ничего общего с изначальной идеей «Волтбоя» не имеет. Прошерстив интернет, вы найдёте подтверждение от авторов оригинальной диалогии, что они действительно нечто подобное предполагали. Да что там, я даже проверил комментарии художницы третьей и четвёртой частей, Натальи Смирновой. Да, если чё, «Волтбой» для третьей части рисовала женщина, некогда закончившая московский технический универ. Так вот, ни о каком правиле большого пальца там тоже ни слова. И тут сериал делает крутой финт ушами, потому что дальше показывает, как Говард точно так же, просто так показывает на камеру большой палец. И только потом, задним числом, это приобретает смысл. То же самое произошло с игровым маскотом, который лёгким движением мозгов фанатов стал смотреть на ядерный гриб. Ну, чертяки, неплохая отсылка, едем дальше. В первой же серии зрителю показывают, как на самом деле работает стимулятор. Это тоже крутой пример, потому как стимулятор по игровому лору излечивает чуть ли не любую болячку. Всегда подразумевалось, что это такая условность. Но хер там. Сериал так грамотно стебёт и использует свой мир, что реально делает из стимулятора лекарства от всех ран и всех болезней. В свою очередь, лекарством от всех санкций является наш магазин IGMGG. В нашей лавке вы без проблем приобретёте любой тайтл по вкусной цене. Сейчас особенной популярностью пользуются игры «Метро», «Старфилд», «Хеллдайверс 2» и, конечно же, серия «Фоллаут». Первая серия – отличное сюжетное приключение в мире постапокалипсиса. Потрясающая графика, атмосфера и история обеспечены. Второй проект – космический РПГ от Тодда Говарда с сотней различных планет и персонажей. Третий тайтл снова про космос, но на сей раз тот, который люди рискуют потерять, уступив его тиранидам. Не дать это сделать и отстоять демократию должны вы с друзьями. Ну а про серию «Фоллаут» вы всё сами знаете, проверенное временем РПГ в постапе. Переходите по ссылке в описании и приобретайте себе отличные проекты. Оплатить их можно любым удобным вам способом. А если у вас возникнут какие-нибудь проблемы, то напишите нашей техподдержке. Ребята отвечают чуть ли не мгновенно, оперативно решая неурядицы. Ну а мы продолжаем про сериал. Далее из важного и реально запоминающегося «Дирижабль Придван». Его показывают сразу, чем выстраивают плотный такой мостик с четвёртой частью игровой серии. Скорее всего, это тот же корабль, по которому ходил главный герой последнего номерного Фоллача, выискивая там своего сына. И судя по тому, что посудина цела, главный квестодатель этого места тоже цел. Речь про Артура Мэксона, от этого малого из третьей части и главы столичного братства из четвёртой. Таким образом, становится ясно, что канонической является концовка «За братство». С другой стороны, авторы сериала играют с нами в интересную викторину. Ведь «Дирижабль» из сериала изначально носил название «Косвинан», и только в самый последний момент авторы почему-то решили его переименовать в «Придван». Кроме названия, у нас нет подтверждения, что это тот самый корабль из «Фоллаут 4». Может быть, это именно он и есть, а может, этих «Придванов» в мире «Фоллаута» несколько. Ответов авторы не дают, а потому неизвестно наверняка, какая концовка в четвёртом «Фоллаче» каноничная. Меня лично это устраивает, потому что считать каноном финал за агрессивных дуболомов из «Братства» не хочется. Мне ближе институт. Но не об этом сейчас. Приколы с лором мы ещё обсудим. Что ещё интересного показала первая серия? Базу «Неллис», на которой расположен тренировочный лагерь «Братства». Её фанаты серии уже встречали в культовый «Фоллаут Нью-Вегас». Действия игры происходят за 15 лет до сериала. Отсюда возникает логичный вопрос. А где, мать его, бомбисты, которые жили на базе в игре? Куда они делись? Если их кто-то выселил, то как им это удалось? Ведь у бомбистов была очень большая огневая мощь. В игре они уничтожали буквально любого, кто приближался к их базе. В том числе, кстати, и пацанов в силовой броне. Так что, как и куда вытурили этих ребят, вопрос важный и открытый. К сожалению, ответа на него первый сезон не даёт. В целом, сериал с большего на похуй относится к наследию Нью-Вегаса. Словно кто-то завидует успеху игры, пытается, если не закрыть, то прикрыть глаза на канон, который она внесла во франшизу. Не верите? Ну камон! Вот дата уничтожения «Шейди Сэнс» — 2277 год. Мало того, что это одна из первых игровых локаций, появившаяся ещё в классических «Фоллаутах», так в Нью-Вегас её сделали центральным городом НКР. Фракция Новой Калифорнийской Республики играет важную роль в шоу, так что за это спасибо. Однако тот факт, что их главный город по сюжету разбомбили до действий, не номерной, но лучшей части «Фоллаут» в рамках её 3D-эры, немного настораживает. Позже, конечно, было заявлено, что «Вегас» с его 2281 годом является каноном, и падение «Шейди Сэнс» состоялось после событий игры. Однако… Какого тогда хрена вы наделали с датами? Ну ладно, немного негатива и хватит. Чем мне ещё понравился сериал? В какой-то степени он утверждает каноничность даже тех игр серии, которые в этот самый канон не включены. Например, во втором эпизоде главная героиня Люси должна отрезать голову учёному, за которым все охотятся, и принести её Ли Молдейвер, главе остатков НКР, которая поможет пустоши открыть бесконечный источник энергии. Как? С помощью этой самой головы. Похожий сегмент есть в финале Fallout Tactics. Там надо использовать отрубленную кабину учёного, чтобы открыть гермодвери, ведущие к электростанции. Понимаете, да? Там электроэнергия, тут электроэнергия. Хорошая отсылочка. Засчитана. Но чё-то я резко перескочил. В первой серии есть куда более прозрачный момент для фанатов – выход из убежища. Он собран вообще по всем канонам новейшей серии, и будь, например, в третьей части графоний получше, то вовсе отличить было бы нельзя. Во-первых, вот Люси прикрывается рукой от слепящего её солнца. Во-вторых, вот первое, что она видит снаружи – человеческие кости, как во всех фолочах. В-третьих, сам фрагмент показан от первого мать его лица. Изучение локации во все поля, короче. Наверное, это чувство первопроходца, которое ощущаешь в игре, авторы хотели передать как можно чётче в сериале. Что ж, в какой-то степени у них получилось. Хорошая отсылка. Идём дальше. В городке Финни, куда Люси заглядывает в первую очередь, на заднем плане можно увидеть жителя пустоши, который читает «Гайд по выживанию в пустоши». Я помню, что сказал, как не буду отмечать такие мелочи, являющиеся сами собой разумеющимися элементами лора, но тут случай особенный. Прикол в том, что этот самый гайд в триквеле вместе с Мойрой Браун пишет главный герой. То есть геймер должен выполнять ряд абсурдных заданий, типа попить из туалета воды или пройтись по минному полю, дабы потом рассказать о своём опыте Мойре. На основании этого девушка и создаёт гайд, который потом распространился и на Нью-Вегас, и на четвёртую часть, и вот на сериал. Приятно видеть результаты своих трудов, короче. Где-то здесь Тодд Говард, видимо, разрешил сделать небольшой метакомментарий касательно качества своих игр, из чего родилась эта сцена. Максимус в силовой броне застревает среди досок. Ну, чертяки, прям как в игре главный герой постоянно застревает в текстурах. Зачёт! Ну да ладно, погнали дальше. Никто не заметил, как интересно авторы поступили с мистером-помощником в четвёртом эпизоде. Мало того, что супермаркет, куда попадает Люси, очень смахивает на тот, который приходилось посетить в третьем Фолочи во время исследований Мойры, так ещё и тема человеческих останков плотно связывает эти локации. Дело тут какое. Робот-мистер-помощник очень редко проявляет агрессию по отношению к человеку. Он дефолтно обязан помогать, а потому во всех частях серии он союзник. Но в ТВ-шоу Люси сталкивается с почтительным убийцей, который, дико извиняясь и культурно прося не дёргаться, пытается вытащить из девушки органы. Боже, обожаю подобный юмор Фолочи. Однако, ещё больше мне нравится тот факт, что это отсылка на Old World Blues, дополнение для Fallout New Vegas. Почему? Потому что именно там эти роботы сходят с ума и стараются убить протагониста, вместе с тем проявляя все правила уважительного тона и этикета. Топово. Идём дальше. Я вот уже перескочил на четвёртый эпизод, хотя ещё в третьем промелькнула одна классная отсылочка, которая буквально заставила меня усмехнуться и сказать, Чёрт, да ж прям как в игре. В нём один из жителей убежища 33 говорит собранию, что у них сломался водяной чип. То есть кому-то придётся выходить в пустошь и добывать новый, а это завязка оригинального Fallout. Ну что, олды, свело скулы? К слову, с первой части героев пустоши называют Vault Dweller или выходец из убежища. Именно так Люси называет продавщица, которая позже даёт девушке координаты Moldaver, вводя их по канону через Пип-бой. Хорошие отсылки, считается. Но что ещё внутри родного дома центральной героини напоминает о видеоиграх? Взлом терминала, конечно же. В финальных сериях Норм, кстати, офигенный персонаж, как по мне, в кабинете смотрителя взламывает компьютер, дабы попасть в убежище 31. Что вы думаете он видит на экране? Каноничный интерфейс из игр. В самом же убежище Норма и зрителя встречает необычный смотритель. Буквально мозг в банке. Это двойная отсылка на Нью-Вегас и ранее упомянутое дополнение Old World Blues, где на Большой горе была группа учёных, представлявшие из себя мозг в банке. В сериале просто телеков нет, а так один в один. К слову, с убежищем связана ещё одна крутая сцена, набивающая вайбы видеоигр. Когда Люси и Максимус подбираются к Шейди Сэнс, они заходят в больницу, где находится вход в убежище 4. Жуткая атмосфера самой больницы недвусмысленно намекает на типичные для игр беседки миссии с налётом хоррора. Вы наверняка их помните. Музей ведьм Салема или бурильщиков Данвича. Но разве не прелесть? Даже в таких микроэлементах сохранили традицию. Кайф. Чё у нас далее? А далее целый эпизод-оммаж в сторону Нью-Вегаса. Ммм, мы все этого ждали. Шо у нас тут? Да крупный калибр, вот шо. Каноничная снаряга рейнджера НКР. Чёрт побери, как же хорошо она воссоздана в сериале. К слову, хотите задротский факт? Начало эпизода – это ещё и цитирование классики вестернов «Хороший, плохой, злой». В фильме герой Ли Ван Клиффа точно так же пересекается с хозяином дома в его владениях, ест, а потом… Ну, короче, мощная сцена, чётко показывающая моральный компас героя. Точно так же и с Купером, который хоть и оставляет меньше жертв, но всё равно однозначным героем не является. Люблю таких персов. Плюсом тут, ближе к финалу, нам показывают собрание главных капиталистов вселенной «Фоллаут». И кого, вы думаете, мы там видим? Мистера Хауса, собственной персоной. Смотрите, какой молодчик. Не сравнить с тем, что от него осталось в Нью-Вегасе. Плюс, именно на этом совещании корпораты закидывали те самые тупые идеи касательно экспериментов в убежищах. Мощный момент, считается. В этом же эпизоде Тадеус, член братства и бывший напарник Максимуса, это этот чёрный, натыкается на заправочную станцию «Ред Рокет». Учитывая постановку и момент с собакой, этот фрагмент максимально напомнил четвёртую часть, где ГГ точно так же приближается к заправке, а ещё находит пса. К слову, на четвёртую часть указывает и финальный эпизод. Вы вот помните, как выглядела миссия по уничтожению Придвана в игре? Как только стреляли по дирижаблю, он аварийно приземлился на сушу, а из-под его борта вылетал улей винтокрылых машин. Далее эти херни летели на вас, игрока, копавшегося в небольшом оборонном форде, с кучкой других людей. Почти идентичная картина ждёт зрителей в конце сериала. Люси общается с отцом, пока на базу Молдевер летит эскадрилья винтокрылов «Братство». Даже кадры схожие. Чёрт, мне эти сцены прям вьетнамские флэшбеки подарили. А вот что такого же эффекта не оказало, но позабавило, так это код активации холодного синтеза. 10 10 97. Ничего не говорит. Это дата релиза первой игры серии. 10 октября 1997 года. Просто красивый кивок в сторону ортодоксальных фанатов, за которые мы благодарны. Хорошо сделано. Считается. Вот без шуток. «Фоллэч» — офигенный сериал. Как человек, который умудрился заценить экранизацию The Last of Us, хочу сказать, что звание «Лучшая адаптация игры» лично от меня уходит в сторону детища Джонатана Нолана и корпорации Amazon. Вообще, даже забавно и удивительно, как одна из самых крупных компаний в мире, обращик капитализма, по итогу делает сериал, критикующий этот самый капитализм. Да, «Фоллаут» — именно такой. Эта едкая сатира направлена не только на пороки человека, как существа, но и всего современного общества, которое само себя уничтожит в погоне за прибылью. Конечно, показано это несколько топорно, да и тема уже обсосана столько раз, что даже неприлично. А с другой стороны, мы всё ещё живём именно в таком мире, поэтому считать подобный топик неактуальным нельзя. Он ещё как актуален. К слову, именно потому, что мы живём в мире, где балом правят деньги, нам нужна ваша помощь, поэтому у нас имеется канал на Бусти. Там мы разбираемся, что так привлекает артовщиков жанра 18+, в «Когте смерти», в «Покемонах» или «Героях Овервотч» и так далее. Все эти видосы можно посмотреть, взяв базовую подписку за 100 рублей в месяц. Переходите по ссылке или по этому QR-коду и знакомьтесь с нашей страничкой на Бусти. Поддерживая нас там, вы очень помогаете каналу. Заранее спасибо и продолжаем про Фоллач. Который после успеха ТВ-шоу как никогда на хайпе. Вы вообще онлайн-игр видели? Жесть, стопроцентный успех, несмотря на всё. Даже темы повесточки здесь не бесят, а грамотно сопровождают сюжет. Жена Говарда чернокожая? Ну так на дворе американская утопия в современном её понимании. Это даже классно, что в мире ретро-футуризма, который вдохновлён реальностью, где женщин за мебель считали, у дам есть права и высокие посты. Круто. Пол у послушника Дэйна непонятно какой? Какая нахрен разница, если вся философия персонажа построена на том, чтобы показать себя как настоящего бойца, хоть он и боится за свою жизнь, шо пиздец. Вполне живой перс, и лично я ставлю ему зачёт, как и всему сериалу. Да, у нас в редакции мы сильно негодовали из-за того, как авторы обошлись с наследием Нью-Вегас. Многих особенно разделил один момент. И нет, это не школьная доска из шестой серии, а последние кадры сезона. Помните, куда двигается Хэнк Маклин? О да, я лично, когда этот город вдали увидел, чуть не завопил. Новый Вегас, мать твою! Скорее всего, именно эта же мчужина пустыни Мохаве будет главной локацией для второго сезона, который уже заявлен. Я, чёрт побери, этого жду. Более того, что опять же понравилось, небольшая деталь, которую вы могли не заметить. На тех же финальных кадрах зрителям демонстрируют ещё один череп когтя смерти. Вы помните, кто преграждает дорогу на Вегас в самой игре? Да-да, именно эти чертилы. Каньон с ними многим геймерам нервы выл. Если это отсылка именно к этой особенности неномерного фолоча, то низкий поклон создателям. Красиво и аккуратно. Хотя о самом Новом Вегасе я такого сказать не могу. Местечко смотрится помятым, что и не понравилось огромному количеству фанатов. Лично меня, автора, это не так затронуло и скорее вызывает интерес, что с ним произошло. Надеюсь, мы узнаем это в ближайшие пару лет. Ну и придёт время, так новый выпуск отсылчик заделаем. Вы пока говорите, как вам этот ролик. Что бы могли добавить, каким бы хотели видеть формат в будущем. И это, не хотите ли ролик по триквелу, а то про него как-то все забыли, в четвёрке сидят. Пишите ответы и впечатления от сериала внизу в комментариях. Также не забывайте заглядывать в наши прочие соцсети Twitch, Discord, ВК и TikTok. Подписывайтесь на нас в Телеграме и на Бусти. Плюс покупайте игры на нашей площадке. Это очень сильно помогает каналу. Спасибо за ваше внимание и помните, не откусывайте пальцы гулям, не теряйте голову, не берите странные медикаменты у безумных докторов пустоши и лучше вообще не болейте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok